В этом году порядка 180 ребят в районе Басарабяска завершили гимназический цикл образования. Меньше 30% из них планируют продолжить обучение в лицее. Остальным необходимо как можно скорее определиться с выбором будущей профессии, чтобы поступить в соответствующие колледжи или профессиональные училища. В данное время в районном агентстве занятости населения зарегистрировано 357 безработных, 170 из которых – молодёжь. Для того, чтобы предоставить выпускникам информацию о самых востребованных специальностях, агентством была проведена ярмарка вакансий. Самые востребованные профессии – это в сфере здравоохранения, это врачи во всех областях, фельдшеры, рентгенологи и другие. Также очень востребованы на данный момент у нас швеи, повара и бармены. Менее востребованные – это юристы, экономисты, химики. На встречу с девятиклассниками пришли и работодатели, представители пограничной полиции и руководство швейного предприятия. Для кого-то ярмарка оказалась полезной, заставив задуматься о будущей профессии. А кто-то уже давно для себя всё решил. В будущем я хочу быть поваром, потому что мне нравится эта профессия. Я хочу стать врачом. Не изменился ли твой выбор после ярмарки рабочих мест? Нет, потому что я уже определился с будущей профессией. Нет, потому что я заранее всё планирую и знаю, чего хочу от жизни. Чтобы лучше понять преимущества и недостатки той или иной профессии, лучше всего хоть ненадолго окунуться в неё. Такую возможность предоставила корреспондентам молодёжной редакции студия БАС-ТВ. К примеру, Николета испытала на себе, что значит быть воспитателем в детском саду. По её словам, общаться с маленькими непоседами было очень интересно, но всё же непросто. Другая юная корреспондентка, Карина, попробовала себя в качестве полицейского. И хотя эта профессия считается мужской, наша героиня нашла в ней немало плюсов. Пусть не по правилам игра... О, да мне форма и вправду идёт. Вполне удобное кресло. Десер Вичу Болгар, инспекторат полиции Басарабяцкого, Сколден. После долгого и непростого дня я сделала для себя выводы. В полиции работают мужественные, сильные и ответственные люди. Надеюсь, что я когда-то тоже смогу оказаться среди них. Но это будет ещё не скоро. У Максима масса увлечений и интересов. Но в рамках передачи он решил на день стать семейным врачом. А вот и мой первый пациент. Ну, за что жалуемся? Не жалуемся. Что ж, давайте вас осмотрим. На головные боли не жалуемся? Не жалуемся. Чудесно. Тогда я выпущу вам витамины. В это время года их очень полезно принимать. Держите. Выздоравливай. Ну вот и подошёл к концу мой день в роли врача. Конечно, полностью перевоплотиться в это родине не удалось. Так как для того, чтобы лечить людей, нужно много учиться и много практиковать. Слишком уж это ответственное дело. Так что о выборе профессии я пока подумаю. Спасибо вам, Наталья Фёдоровна. До свидания. Алина с будущей профессией пока не определилась, а в роли официанта и бармена иногда работает во время каникул. Всем тонкостям этих профессий она обучилась на деле. Та-дам! Как меня проинструктировали, очень важно утром включить кофемашину. Магия. Вот такой американо с молоком я должна научиться готовить. Очень важный навык, который должен быть у официанта, это умение делать красивые шарики из мороженого. Честно вам скажу, у меня не очень получается. Приятного аппетита. Спасибо. Вот и подошел к концу мой рабочий день. Я очень устала. Давайте сначала начнем с плюсов. Итак, главный плюс это то, что у вас есть хорошая возможность пообщаться с людьми. Второй плюс это то, что вы учитесь внимательности, ответственности и, конечно, экилибровке. Удержать поднос одной рукой это очень сложно, этому я пока не научилась. Третий плюс это чаевые. Главное зарплаты официанта. А теперь минусы. Главный минус это дикая усталость. Второй минус это сложный график. Ну а третий минус это необходимость подстраиваться под разные типы личности. Потому что гости бывают разные. Некоторые более капризные, у некоторых особые требования. Но официант всегда должен оставаться вежливым, приветливым, улыбаться и стараться угодить своим гостям. Другие корреспонденты молодежного квартала побывали в роли педагога, библиотекаря, психолога, продавца. Конечно, их выбор будущей профессии не обязательно будет связан с этим телевизионным экспериментом. Но определенный опыт даст и, возможно, в будущем поможет более четко понять, в какой сфере деятельности лучше применить свои знания и способности.